Последняя из категорий этих семи людей, которые в судный день, когда не будет другой тени, кроме как тени. Аллаху, субханаху а-та'аля, мы на ваазе рассказали про шесть категорий. Последняя, седьмая категория, пророк Мухаммад, салаллаху а-ляхи вассалям, сказал Это тот человек, который, когда остался наедине со Всевышним Аллахом, субханаху а-та'аля, вспомнил об Аллахе и из его глаз текли слезы. Здесь две милости. Первое, то, что он вспомнил об Аллахе. Сам по себе, зикруллах, сам по себе поминание Аллаха, это великое, самое одно из великих действий. А второе, то, что из его глаз текли слезы. Поэтому, как Шаир сказал, в это время человек, почему он вспомнил об Аллахе и у него потекли слезы, вспомнил, остался наедине, когда его никто не видит. Когда он один остался дома, или в мечети, или в пути был. И вспомнил об Аллахе, вспомнил о таксире, вспомнил о своих ошибках перед Всевышним Аллахом. Вспомнил о том дне, когда придется встать перед Аллахом, судном дне. Вспомнил о милости Всевышнего Аллаха и говорит, «О Аллах, я тебя полностью не отблагодарил за то, что ты мне дал». И вот здесь из его глаз текут слезы. Когда он остался наедине, в темноте, никто его не видит. Поэтому сказал, Когда ты остался один в темноте, и тебя душа призывает к греховному. Постесняйся в этот момент. Постесняйся в этот момент, что Аллах тебя видит. И скажи, поистине, тот, кто сотворил темноту, видит меня сейчас. Аллах, субханаху та'аля, в Кур'ане сказал следующее. Те, которые притеснили самих себя, сделали какие-то грехи, то в этот момент вспомнили об Аллахе, и попросили у Аллаха прощения за их грехи. А кто может простить грехи, кроме как Аллах, субханаху та'аля? Если Аллах, субханаху та'аля, не будет к нам милости в братьях, не проявит по отношению к нам свою милость, то помимо Аллаха никто не проявит свою милость по отношению к нам. Один из салфов сказал, Если у меня был бы выбор в Судный день, чтобы с меня брал расчет Всевышний Аллах или мои родители, я бы выбрал Аллаха, потому что Аллах более милостив ко мне, чем мои родители. Аллах, субханаху та'аля, в Кур'ане сказал, Аллах, субханаху та'аля, хвалит и говорит, они те, которым Аллах проявил свою милость, из пророков, из потомков Адама, алейхиссалям, из тех, кто был вместе с Нухом, алейхиссалям, из потомков Ибрахима, алейхиссалям, из детей Израиля, из тех, которых мы вели прямым путем. То есть Аллах их хвалит. Тут задается вопрос, О, Аллах, субханаху та'аля, ты их хвалишь в этом аяте? За что? Что они сделали? Аллах, субханаху та'аля, продолжает и говорит, Когда им читались аяты Аллаха, милостива, субханаху та'аля, они падали сажданит, делали сажданит и плакали. Как Анас, рада Аллаху айнху, сказал, Если те глаза, которые плакали, когда вспоминали об Аллахе, субханаху та'аля, богобоязненности, их не коснется огонь, сказал Анас ибн Малик. Поэтому некоторые из салфов, когда они плакали, брали эти слезы и полностью на лицо мазали своим слезами, сказали, что именно те слезы, которые плакали, когда ты плакал от богобоязненности, и именно коснулось твоего тела, того тела, которое оно коснулось, не коснется огонь в судный день. Также приводит Анас, рада Аллаху айнху, что Наби, салла Аллаху айнху, раккал мимбара, сказал, Я юханнас, лов та'аламуна ма а'алам, лов та'аламуна ма а'аламу, ладахиктум калийла, в лабакайтум кафира. О, люди, если бы вы знали то, что я знаю, вы бы поменьше бы смеялись, и побольше бы плакали, сказал пророк Мухаммад, салла Аллаху айнху, в тот момент, когда эти слова произнес пророк Мухаммад, я посмотрел направо, посмотрел налево, и увидел, как люди закрыли свои лица своими одеждами, и у них был такой ханин. Ханин — это когда рот закрытый, и через нос человек плакет, вот такой звук в мечети был после этих слов пророка Мухаммада, салла Аллаху алейху ассалям. Когда посланник Аллаха, салла Аллаху алейху ассалям, заболел и не смог выйти на молитву, сказал, скажите Абу Бакару, пусть он намаз проведет. Айша, рада Аллаху альху, сказала, Я, Расуль Аллах, ИННА НАСЬ ЛАЙ СМААУ НАСЬ МАЙЯКРА АБУ БАКРА МИНАЛ БУКАИХ О, посланник Аллаха, люди не смогут разобрать, что он будет читать во время намаза, потому что от его сильного плача. До того был богобоязнен Абу Бакар, рада Аллаху альху альху, во время намазов. Пророк Мухаммад, салла Аллаху алейху ассалям, Ибн Масауду, рада Аллаху альху, сказал, ИКРА АЛЛАХИЛ КУРАН, прочитай мне Куран, на что сказал Ибн Масауд, и рада Аллаху альху, Тебе я буду читать, ведь тебе он неспослан. На что сказал посланник Аллаха, салла Аллаху альху ассалям, Я люблю слушать кого-то помимо меня. И он прочитал суры Неса, дошел до аята, как будет в тот день, когда из каждой общины мы приведем свидетелей, и ты будешь свидетелем о них. Пророк Мухаммад, салла Аллаху альху ассалям, Ибн Масауд, рада Аллаху альху, сказал, Я поднял голову, увидел, как глаза заплакали, посланник Аллаха, салла Аллаху альху ассалям, сказал, достаточно, достаточно. Почему плакал Пророк Мухаммад, салла Аллаху альху ассалям? Аллах ему все простил. Аллах тебя простил, все, что было, и все, что будет. Разве он плакал за то, что оставил намаз? Разве он плакал за то, что кого-то притеснил, кого-то обозвал, у кого-то что-то забрал. Нет! Оплакал, когда вспомнил о величии дня, когда он будет шахидом в день судного дня. Когда пришел к пророку Мухаммаду, салалаллаху алейсалам, Абдуллах биня-Шахир, у него был хаджа, к пророку Мухаммаду, салалаллаху алейсалам, он сказал, Я, говорю, ждал пророка Мухаммада, салалаллаху алейсалам, пока он читал намаз и слышал То есть он так плакал, как будто вода кипела в кастрюле. Такой звук у него был. Так он сильно плакал, пророк Мухаммад, салалаллаху алейсалам, в намазе. Поэтому Абдуллах биня-Шахир сказал, нету более любимых перед Аллахом, чем две капли. Катратун минаддамм, минхашятиллахи та'аля. Это те капли, которые, когда падают они, это богобоязненцы, перед Всевышним Аллахом, субханаху ата'аля. Поэтому седьмое именно ведь люди, это тот, который поминает Аллаха, субханаху ата'аля, наедине, и из его глаз текут слезы. Аقول, ما تسمعون, استغфор الله لي, ولكم, ولسائр المؤمنين, من كل ذنبه, فاستغфروه, إنه هو الغفور الرحيم, الجواد الكريم, السميع الدعاء.